Всем привет! Добро пожаловать во Влог на пару! Сегодня у нас вкусный завтрак мама принесла из нового какого-то места, называется Милк Бар. Вот такая выражительная кошечка у них, это Петровка 23. И я еще не открывала, вот, здесь, видимо, йогурт с клубникой, да? Это мой Могурт, он мне что-то рассказывал, один слой одно, другой слой другое. И тортик. Самое вкусное, это песочное тесто на меду. И сейчас мы как раз это начнем все пробовать и расскажем вам, насколько это вкусно. Так, мы модифицировали эти коробочки. В фикс прайсе мы брали вот эти для мелков наклейки. Но я не мелком писала, а писала вот таким маркером. Ну, как краска белая. По-моему, прикольно получилось. С одной стороны написали на русском языке, с другой стороны на английском языке. Ну, видимо, потому что к нам много англичан приходит. Вот, ну, по-моему, прикольно получилось. Здесь у нас булочки. Бежим. Давай. Вот. А здесь у нас хлебушек. Вот. О, прикольно. Еще раз здравствуйте. А мы уже готовы? Да. Мы уже съели эти вкусные штучки. Всем привет. И они оказались очень-очень-очень красивыми. Мы съели только десерт. Да, мы торт не смогли. Они очень сытные. Вы знаете, он меня встает вот здесь прямо. Ну, очень сытные. Вот этот крем оказался из сыра в лодельке. Как вам? Вкусно было? Да. Сейчас стоим. Мы еще не ели. Ну, очень вкусно, на самом деле. Сейчас мы идем по направлению к Красной площади. Я сегодня с утра уже по разным делам побегала. И просто такое удовольствие получила. У нас на улице было так же тихо, как обычно вот 1 января бывает. Никого не было. Такая тишина, так лениво. Снег падает. Ну, просто красота. Мы сейчас проходим мимо театра имени Верноловой. Да. Хорошее освещение здесь. Вот. И погода замечательная. У нас вся сляпеть растаяла. Абсолютно чистые тротуары. И людей не так много. Видимо, все отсыпались с вчерашнего дня. Гульба была, наверное, вчера основная. Да. Ну, и мы вот сейчас направляемся к охотному ряду. Всем привет снова. Мы пришли домой. И я, когда мы последний раз, по-моему, с вами разговаривали, забыла сказать. Мы были на почте. Да. Мы получили кое-что опять не знаем что. Сейчас будем открывать. Три просылочки. И когда мы сказали, что пошли в магазин, мы сходили в охотный ряд. Но там была такая тьма народного. Просто на улице вообще полупусто как-то. Да. Там вообще толпами ходят. И мы быстренько выскочили, потому что в такой толпе, толпучке... Ну как-нибудь в охотный ряд, но в другой день доберемся. Ну что, начинаем смотреть? Да. Вот первая посылка. Та-дам! Это то, что я думала, да? Без понятия. Это что-то. Но если это то, что я думала, все такие грязные просылки просто ужас. Так, нет. Это свитера. А, ну вот. Это значит, что в них мы будем вести новогоднее безумие. Ой, я думала, серый немножко посветлее. Ой, так они что, не вяжемые? Вяжемые. Они выглядят очень странно. Вот смотрите. Вот такой красный. Я думала, что они размером побольше. Ой, слушай, прикольные. И вот такой серенький. Ой, тут вообще... Нет, видны, видны. Да. Но он темнее, чем я думала. Я думала, что он посветлее. Ну, в общем, в принципе, красивые. Ну, красные вообще красивые. Во-первых, они очень теплые, да? Такие толстые такие. Ну, это акрил, я не знаю, толстый, да? Ну, это акрил. Ну, мы померяем и скажем вам, как. Да, ну, красные вообще офигенные. Вы же понимаете, каждому свое. Кто любит красный цветок, у кого... А кто любит серый? Любит белый, но носит серый. Да. Как вы догадали. Вот такие свитера. Ну, что... Мне кажется, что они по 1300 рублей. Да, звезды, конечно, даже не на 1300. Ой, мы сегодня заходили. Как этот магазин называется? Воскоспорт. Воскоспорт. Просто мы уже несколько раз проходили мимо этого магазина, и Ане понравился там один свитерочек. Да. И мы решили зайти, посмотреть вообще, сколько это стоит и что это такое. Там всегда пусто, там вообще никого нет никогда. Аня говорит, ну, наверное, тысяч семь. Подходит. Двадцать шесть тысяч! Двадцать шесть на двадцать шесть! Я офигела! Двадцать шесть тысяч! Я говорю, ты такая позорница, даже не можешь определиться. Я не угадала. Вещь стоит. Я не угадала. Но я, правда, честно, не думала, что свитер будет стоить. Представляете, ну, ничего там особливого. Я понимаю, в каком-нибудь, там, ну, я не знаю, в ЦУМе, где эти модельеры. Ну вот, а тут на тысячу триста столько золота, бриллиантов вышли, да? Да. Следующая посылочка. Ой, а тут еще и разрезики, смотри. Боже, разрезики. Да, еще за тысячу триста, представляете? А, я знаю, что это. Только нигде не написано, из чего. Я только не знаю, где все остальное, что у меня числится уже доставлено. Ой, смотри-ка, это твоя очередная. Да, это все опять для волос. Вот, значит, первая фигня для волос. Завивалки мне понравились для волос. Значит, еще одна вещь. Вот такая. Это выпрямлялка и, как бы, можно сразу завить, да, кончики. Мне кажется, прикольная должна быть. Здесь она вот красного цвета нарисована. Ну, я доставляла билли. А, билли. Ну, я заказывала билли. Вот. И вторая. Ой, а тут их много. Нет, это одна. Одна? Да. Тебе нужно отсюда? Ну, можно. Давай. Сейчас я хочу побыстрее помочь, но... Эй, давайте, давайте рвать. Ах, 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 ах. Ой, я думала... Здесь даже пистанья есть на каком-то шимон. Ну, это такая штуковина. Как она открывается? Тоже выпрямлялная? Нет, она делает так вот волны, но я думала, что вот эти вот сами волны будут поменьше. Еще меньше? Побольше, крупнее. Крупнее, да. Да. Ну, посмотрим, может, и пойдет. Ну, посмотрим, да. Ну, в общем, на русском ничего нету, к нам в английском. И последнее это тебе. Мне? Да. Да? Ага. А, если тебе описание? Такое пыльное! В нос лезет пыль. Так. Это мы тоже долго ждали. А сотрудник почты, которая в то время антинервы требует, еще и сегодня была в состоянии легкого алкогольного обвинения. Ну, праздник, да. Так. Вытаскивай. Нет, вытаскивай. Нет. Много воздуха. Китайского обвинения. Да, развязай. Я даже не помню, что это. Ой, она другого цвета. А какого? Там было бордового. А, это какой-нибудь бордовый, мариновый? В каком месте? Ой, оказывается, вот такая маленькая штучка. Это такой дозатор. Сюда наливаешь тесто для капкейков и вот так вот в формочке выливаешь столько, сколько тебе нужно, чтобы ровно было. Есть рисочка, по которой можно прям смотреть, сколько наливаешь. А что ты здесь, 11? Так, у нас это отключилась камера. В общем, да, вот кревая такая штуковина. Ну, у нас, у меня числится, что еще какие-то должны вещи были прийти, но их нет почему-то. Не знаю. Надо идти опять на другую почту, у нас же все закодировано. Потому что вот эти, ну, они большие, они приходят туда, а те остальные, маленькие, наверное, они все-таки лежат на другом отделении. Я не могу перестать это делать. Заберите это. Хорошо. Вот так вот. Мы продолжаем говорить вам о конкурсе, который до 3 часов понедельника будет продолжаться с каталогами Икея. Ну, это, скорее всего, конкурс для тех, кто голосовал за нас, и кто хотел, чтобы мы победили, и кто хочет с нашей физиономии каталоги. Да, вы можете прочитать. А, условия. Условия здесь будут. Вы пишите очень, ну, много уже спрашивали, где мы будем отмечать Новый год. Вот мы сегодня занимались тем, что исследовали, где мы будем отмечать Новый год. Но пока мы еще не знаем точно. Может быть, все закончится тем, что мы опять дома останемся. Ой, вы знаете, вот мы сегодня зашли в Ридскарлтон. А, то есть ты решила сюда сказать? Да, в Ридскарлтон. Карлтон. Карлтон. Да, в Ридскарлтон. Все прекрасно, значит, вид на Красную площадь. Ну, там шкарный вид, да. Салют вы там будете видеть. Ну, сам ресторан какой-то такой черный. Ну, ресторан какой-то вообще непонятный. Какие-то узкие такие проходы вот так вот из стола просто стоят. То есть зала никакого нет. В другой наш зал провели. Там очень темно. Там темно и все красное. Вообще как-то непонятно. Смотрели мы, посмотрели. Ну, для того, чтобы просто как в ресторане отдыхать, конечно, неплохо. Но как бы на Новый год, не знаю, не знаю. Вот, поэтому мы будем дальше искать. Конечно, в Ридсе очень красиво в самом отеле. В самом отеле красиво, а рестораны, ну, не блещут каким-то там изыском и что-то. Там есть ресторан Новикова, но он не принимает участие в этих акциях. Ну, он просто отдельно. Он совершенно отдельно. И похоже, что там Новый год так вот не будет отмечаться. Ну, в общем, мы находимся в поисках. Так что отвечаем вам на этот вопрос. Первоначально, честно говоря, хотели на теплоходе забить места. Прошлые годы было все это, в этом году почему-то нет. И вообще нам сегодня сказали, что очень слабенько, плохо набираются гости. Да. Не так, как вот в предыдущие годы, по какой-то причине. Ну, понятно, по какой причине. Понятно. И мы, в общем, куда вот не ткнемся, везде примерно такой ответ. Если наберем, если наберем, если наберем. Поэтому сложно сейчас нам выбрать. На теплоход я очень хотела. Но теплоход плох тем, что с него и не сбежишь, если не понравилось. Нигде же тебе никто не остановится. А Рис Карлтон, он как бы рядом с нами. В общем, в принципе, легко тоже, если что-то не понравится. Ну, не совсем легко, потому что там будет толпа народу, которая будет смотреть салют. Но, в принципе, возможно. А, ну, господи, боже мой, перейти просто в Тверскую. Ну, да. Нет, а потом, это же не обязательно в 12 часов уходить. Может быть, в час, в два, тогда уже меньше народа. Ну, очень, 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 конечно, красивый вид. Прям с крыши на... Да, вид просто потрясающий. Всю Красную площадь, Манежку. Салют, конечно, будет шикарно. Но, опять же, там вот этот ресторан, он чисто, я так понимаю, ну, где-то вот 18, 20, 23 года будут ребята встречать. Такая совсем молодёжная диджейская фигня. Вот, поэтому мы ещё в поисках. Напишите, кстати, где вы планируете встречать Новый год. Мы последние несколько лет встречали дома вдвоём. Хотели что-то разнообразить? Да, потому что мы раньше и в поездки ездили на Новый год, и семьёй большой встречали Новый год. Ну, не знаю, получится у нас в этом году или нет. Бывали годы, когда мы просто разрывались. Мы сначала ехали к моей маме, потом мы ещё куда-то ехали, потом уже домой приходили. Потом на следующий день, 1 числа, мы опять к маме шли. Потом друзья приезжали. Ну, в общем, да, ну, конечно, было движухи очень много. Ну, на самом деле, у меня лично сейчас уже сил на всю эту движуху и желания особого нет. У меня друзья все по своим, как бы, норкам сидят. Вы знаете, они так быстро, мне кажется, начинают стареть, вот Анина поколение. Серьёзно, конечно, в 30 лет у нас всё было по-другому. Мы были вообще сумасшедшие просто. И сейчас, я не знаю, как это. У меня ребёнок, всё. Как бы ребёнок, это значит, уже вся жизнь у тебя закончилась. Какой Новый год, а вы ещё что-то такое. Ну, мы с тобой, с маленькой, как Новый год встречали? Да, гудели вы. Гудели, да. Я даже помню, когда совсем маленькая была. А всё-таки напишите, как вы планируете встречать Новый год. Ну, а если вы ещё пока не спланировали, ну, как бы вы хотели встретить Новый год? Потому что Новый год не за горами. У меня, кстати, такое чувство, что у нас уже новогоднее безумие началось, потому что мы всё время про Новый год уже говорим, что-то покупаем уже к Новому году, показываем что-то. А вот действительно, напишите, пожалуйста, мой идеальный Новый год. И мы тоже давай подумаем, а какой Новый год, ну, может быть, был бы идеальным? Ну, подумаем. И в новогоднем безумии, может быть, даже поделимся этим. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Я сегодня благодарна, что хотя бы эти посылочки приехали. Вот. Я благодарна, что мы вообще сегодня вышли, потому что опять они начали, да мы не успеем, да ещё что-то такое. Потому что сегодня почта до шести часов была. А мы успели. Мы успели, да. Вот. И мы с вами обязательно увидимся завтра. Мы вас очень-очень-очень сильно любим. И обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. И прекрасного последнего выходного в эти праздники. Пока-пока. Пока-пока.